Здесь, на водной станции ТО, спасатели соревнуются на водном моторном транспорте. Но задачу участникам серьезно осложняют сильные порывы ветра и большие волны. Спасатели проходят второй этап соревнований. Теоретическую часть оказания первой медицинской помощи они уже успешно сдали. Теперь настало время блеснуть умением управления катером и гидроциклом. Приехали самые лучшие со всех субъектов и они хотят показать свои знания, свой опыт, свои навыки для того, чтобы в случае каких-нибудь проблем мы могли всегда прийти на помощь и оказать эти действия. В своих силах уверены 9 команд со всего Дальнего Востока. Все участники – сотрудники государственных инспекций по маломерным судам. Уметь управлять катером – их профессиональная обязанность. Но перед заездом все равно волнуются и заранее выстраивают тактику действий. В силу географических обстоятельств большинство участников работают на реках и озерах. Именно там они чаще всего оттачивают свои навыки в период паводков. А сейчас им приходится показывать свое мастерство на море, что стало не просто проверкой мастерства, а настоящим испытанием. У нас попроще, у нас такой волны нет. У нас реки, течение единственное. Будем учиться и потом отрабатывать, все дома. Лидерами в командном заезде стали приморские спасатели. Но это еще не окончательный результат. Впереди участников эстафета и уже после нее судьи подсчитают общие баллы и объявят победителя, который отправится на всероссийский финал. Алина Черненко, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.